...диверсионно в том, чтобы это принималось решение добровольно именно владельцев. А чего ждут владельцы? Более 400 этих опасных... Ну как вы думаете, вот владелец вот этого конкретного объекта в Балдырае, он же не мультимиллионер из Эмиратов, правильно, арабских? У него вряд ли есть средства что-либо там построить. Плюс я предполагаю, что очередь на этот участок тоже не стоит. То есть нет аукциона, на который можно продать за большие деньги, там кто-то построит хоть что-либо. То есть была динационализация. Многие вот эти дома ходили туда-обратно, переходили из рук в руки. Когда мы имеем дело с такими, как Балдырае, кто там что построит, кто там что снесет и переведет в порядок. Заставили, потому что угрожали штрафами или еще чего-то. Слава богу, сдвинулось с точки. Может быть, потом экономика там подрастет и построят и Балдырае. А если мы возьмем центр города, там еще больше проблем. Потому что в Балдырае ты, по крайней мере, можешь снести. Классический пример. Улица Мария Селезабетес. Мария Селезабетес. Памятник архитектуры снести. Ты его не можешь. Ну просто нельзя, его не разрешат снести. А что будет, кстати? Вот ЮНЕСКО выключит нас из списка всемирного наследия. 20-летний ужас таким образом будет ликвидирован. В принципе, это, по сути, наши внутренние правила. С одной стороны, они очень жесткие. Это снести нельзя. Кирпичи нельзя поменять. Окна, окна. На фасаде надо только реставрировать. Нельзя ставить стеклопакеты. Кондиционеры на фасад нельзя. Многое-многое другое. Что, с одной стороны, действительно очень жестко. Но, с другой стороны, у нас город выглядит, в принципе, благодаря этим правилам. Он отличается от многих других городов в лучшую сторону. Поэтому я бы сейчас не говорил о том, что нужно максимально что-то упрощать. Но в случае с этим домом, нужно понимать, что привести его в порядок дальше, это вложение порядка нескольких миллионов. Что там сделать? Кто-то захочет там делать гостиницу, жилой дом. Вопрос открытый. Здесь, с одной стороны, нужно понимать, что в то, что касается развалин центра, и, к сожалению, в большинстве случаев это все равно еще история на годы вперед. Старый город, пять объектов, центр города, памятники архитектуры. То, что касается районов, по возможности сносим. Но, опять же, мы можем заставить снести, мы можем снести сами. Но при этом мы никогда не сможем по правилам, которые он существует, и потому что это частная собственность, состоять, чтобы там было красиво. Ну, там вот будет убранная вот эта вот какая-то строительная крошка, еще чего-то красоты добиться от владельца. У нас таких полномочий нет. То есть, получается, если развалины где-то и остались, то это частная территория. Развалины муниципальной собственности сейчас уже нет, да, все убрано? Ну, муниципальных объектов, может быть, осталось несколько, которые просто еще не снесли, но там был график, по моим данным, или уже все снесли, или привели в порядок, или там остаются последние объекты. И даже если остаются, то это один, два, три. Те порядка 400 объектов, которые в городе есть, это только частная собственность. В каких-то случаях там может быть речь и также о государственной собственности. И здесь, опять же, ну, здесь и политика начинается, потому что если мы сейчас перейдем к тому, что говорят о том, чтобы ограничить продажи видов на жительство, то нужно понимать, что все, что в центре приводится в порядок, приводится в порядок только под продажу иностранцам. И если эта программа остановится, то, к сожалению, частный бизнес в ближайшие годы вкладываться в центр не будет. Ну, у нас, знаете, не остановится, у нас приостановится. Ну, а привати для бизнеса, для бизнеса приостановится. Уже достаточно, чтобы принять решение, не вкладывая средства, потому что банк, не один коммерческий в государстве, где принято решение приостановить, тоже приостановит и все. И тогда, ну, тогда опять проблема. Мы сейчас видим то, что по центру начали приводить дома, которые, в принципе, уже приближались по своему состоянию к дому на улице Чатко и Мариес. Ну, вот, думалось нам избежать политической темы, если честно, и все-таки зацепим ее. Мы говорим только об экономике сейчас. Ну, все-таки. Смотрите, с одной стороны, вы, господин Ленбергс, два мэра, два известных политика. С другой стороны, национальное объединение, которое раз за разом продавливает для правящей коалиции какие-то свои условия, и правящая коалиция то ли вынуждена, то ли с удовольствием, но, тем не менее, соглашается. Вот теперь упомянута вами программа выдачи видов на жительство. Вот эта борьба, ну, каких-то темных, светлых, знаете, как у Лукьяненко в дозорах, или непонятно теперь, кто с какой стороны, все-таки она будет продолжаться до выборов и потом закончится? Или есть какой-то просвет, который обеспечит нам, ну, такое ровное хождение в истории под названием европейские санкции по отношению к России? Политика и предвыборная вся лихорадка, она всегда, к сожалению, в Латвии мешает по меньшей мере экономике. Мы с этим, к сожалению, сталкивались не раз. И очень большие риски есть сейчас, что ради того, чтобы избрали от единства не двух, а трех человек, могут быть поставлены на кон интересы предпринимателей, интересы экономики. Потому что любые санкции Евросоюза против России или России против Евросоюза пройдутся в первую очередь туда и обратно по Латвии. А если они пройдутся туда и обратно по Латвии, то в первую очередь пострадает именно Риган. Это нужно понимать. То есть цена за любую ошибку в предвыборной риторике, потому что хочется порисоваться, и хочется, чтобы прошел, помимо Домровскиса и Кална, это еще Пабрикс, ну, давайте называть вещи своими именами. Что значит для единства еще дополнительное место? Это будет Кална и Тайдамровский, или это будет еще дополнительное Пабрикс? Это могут быть огромные убытки для платвийской экономики в целом. Я не говорю не только о видах нажительства, это и туризм, это экспорт и так далее, и так далее. Если мы просядем по туристам, будет очень неприятно для города. Любые другие санкции, как это называется, третья волна или еще чего-то, то у нас это будет девятая волна, и мы вернемся на 2008 год. Только-только немного из этого выкарабкается. До выборов или после? Ждать вот какого-то решения этой ситуации? Перед выборами, естественно, все активны. У нас две кампании. У нас сейчас майские выборы в Европарламент, потом, соответственно, октябрьские выборы в Сейн. Это значит, что тему «давайте объявим войну России», «давайте объявим войну России», «все те, кто не хотят объявлять войну России, а не предатели Родины», к сожалению, будут эксплуатировать. Цена за это будет, наши предприниматели, извините меня, село, экспорт продуктов питания в ту же самую Москву, и туристы, которые здесь, извините меня, покупают то, что опять же производят в том числе и народные умельцы, если можно так выразиться. Во второй части программы будем принимать ваши звонки, будем зачитывать также сообщения и вопросы для мэра с нашего портала, с портала ТВНР. Ну а пока перерыв на рекламу. Наша акция направлена на то, чтобы водители лучше соблюдали правила именно на переездах. Это кардиотокоаппарат, который необходим для того, чтобы можно было бы регистрировать сердечные тонны ребенка. Дедушка! О! Ух ты! Ты быстро растешь! Достаточно быстро. За месяц 6 гигабайтов израсходовал. Ерунда. Ерунда? Знаешь, сколько это стоит? Ерунда. Мне ерунда. Молодежь гигабайты не считает. Да! Не бойся интернета в телефоне. Сейчас в твоем тарифном плане каждые последующие 500 мегабайтов или 2 гигабайта только за евро 99. Теле 2. Выбери самый выгодный. Наши коровы не знают, что такое химикаты, гормоны или генетически модифицированные организмы. Поэтому продукты Балтайс Эко натуральные и невероятно вкусные. Молочные продукты Балтайс Эко. Естественный выбор. Попробуй также новые питательные каши Эко. Выскажи свои чувства с Рафаэлло. Когда хочешь сказать, что ты уже скучаешь по ней. Рафаэлло. 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 Рафаэлло.